Пляж Каньялты – это один из двух основных пляжей Анталии. Пляж расположен в западной части города, простирается на 8 километров от скал до горби и даглары. Вода здесь очень чистая и прозрачная. За это, а также за инфраструктуру и безопасность пляжу Каньялты была присвоена награда «Голубой флаг». Вдоль всего пляжа тянется широкая набережная. По ней приятно прогуливаться по утрам и вечерам. На набережной работают кафе и туалеты. Есть специальные места для инвалидов. А также здесь есть спортивные и детские площадки. Па-бам! Спустя два дня нахождения на острове Патонг мы пришли на пляж покупаться. Первый день мы приходили. Просто посмотреть было поздно, да. Ну идите, заныривайте, мама. Великолепные виды. Соскучились мы по Таиланду. Давно здесь не были. Уже почти пять лет. Пляж Патонг – самый движниковый пляж на острове Пукет. Как мы видим, очень много людей с утра, несмотря на то, что сейчас, по-моему, 7 утра. Даже не знаю. Единственное, что меня смущает в купании в море, то, что здесь тысячи людей находятся, а общественных туалетов нет. Ну, вообще нет туалетов. Ну, пусть даже половина из них будут сознательными, хотя это из области фантастики, но половина по-любому спускает нужду в море. Средиземное море по-турецки называется Агденис, что в переводе означает «белое море». Море здесь очень красивое, ласковое, переливающееся различными оттенками голубого цвета. Лен. Ну-ка, повернись. Несмотря на то, что огромные штрафы, 100 тысяч бат, то есть миллион тенге за курение сигарет на пляже, все-таки вот я увидел один, по крайней мере. Раньше было гораздо больше. Бычки, бычками был просто усыпан пляж. Слава богу, ввели штрафы. Я бы еще 10 тысяч бат ввел штраф за бросание мусора на пляже. Как вода? Водичка теплая, пока не очень чистая. Пахнет. Чем пахнет? Пахнет морем, тиной. Вода здесь не очень чистая. Если хотите плавать на Патонге, относительно башни Патонг, нужно отправляться в ту сторону, там вода чистая и прозрачная. Пляж Патонг – это самый большой пляж на Пикете, береговая линия которого простирается на 3 километра. Он расположен в Андаманском море, на западном побережье полуострова Малака, в городе Патонг. Еще недавно этот пляж был чище, но с потоком туристов он перерос в многолюдное место гуляний. Вдоль пляжа расположена дорога, поэтому шум и загазованность – то, с чем столкнутся туристы, здесь, когда приедут на пляж. С ноября по май море в основном спокойное, вход в воду песчаный. Купание разрешено только в огороженных местах во избежание травм от водного транспорта. Вход на пляж бесплатный, заплатить нужно лишь только за аренду зонтиков или жопов. Всем привет, ребята! Мы находимся в Анталии, Турция. Хотим показать обзор отеля Sea Life. Да, Sea Life. Когда мы собирались в Таиланд уже в четвертый раз, мой друг, у которого самого есть турагентство, и он собирался отправить отца куда-нибудь и поинтересовался у меня, так как я нигде не был, кроме Таиланда. Здесь вода зеленая. Сегодня 5 марта 2018 года. Вот как вы заметили, вода мутная. Ну и зачем ты в шляпе поплыла, товарищ Покаленок? Вода очень теплая. Видимо, от того, что ее нагревают тысячи туристов своими выбросами. Море здесь очень красивое, ласковое, переливающееся различными оттенками голубого цвета. Обвинись, так и мани так унится в свои годы. Пляжный сезон здесь в основном начинается с мая по ноябрь. Вода в море в это время очень теплая и приятная. Так как я нигде не был, кроме Таиланда, и я никуда и не хотел ехать, потому что я в Таиланд влюбился с первого раза. И сказал, конечно же, Таиланд, там все круто, во всех красках, эмоционально описал. Он отправил своего отца в Таиланд, на остров Пхукет. После чего он приехал, он там заболел, отравился, приехал, плевался, матерился, говорю, что за грязь, что за фигня. Что? Мнение по поводу воды? Крутая. Вода очень грязная. Такое чувство, что ты в сточных водах купаешься. В этом мы приезжали, когда была прозрачная. Тогда была, да, почище. В 2014 году. Может быть, мы приезжали в январь-февраль, да, в январь-февраль поехали. Может быть, в это время чище, а сейчас она грязнее. Сейчас мы приехали в марте. Поэтому с удовольствием идите с тем, что есть, или вообще не ходите, только в бассейне. Мы пришли первый раз, и похоже, что в марте она вот такая мутная, аж это зеленая, как в воде. Ну, похоже на сточные воды. Странно. Вот такая фигня на Патонге. Ну, пока, или... Вы меня похотели чуть-чуть? Ну, вот, да. Есть. Повернись. Не-не. Вот так? Чтобы лицо было видно. Туда или сюда? Так, всяк, короче, по-разному. А что ты в этом-то пришла? В чем? В накидке. А, ну, чуть-чуть так. Это же так, да? Можешь спокойно. Класс. Если честно, вот мы четвертый раз приехали в Таиланд, что-то вот в четвертый раз полное разочарование. Засрали, короче. Засрали райское место. Так здесь было красиво, великолепно. Но все, как всегда, люди засирают. Что-то плавать в море не хочется мне даже. Было бы это море, а то это уже разочарование сплошное. Но теперь, после того, как мы побывали в Турции, я теперь понимаю, почему он плевался, почему он матерился. Турция – это сервис номер один в мире. Это чистота, это порядок, это все круто, машина, механизм. Для людей состоятельных, для людей состоявшихся, которые хотят чистоты, уюта, сервиса, покоя, то это, конечно же, Турция. Хотя в Таиланде наверняка есть такие места и такие же отели с такими же условиями. Просто мы их не видели, так как они нам недоступны. Также на пляже Каньялты имеются бесплатные кабинки для переодевания и душевые установки. Пляж Каньялты делится на бесплатный, то есть дикий пляж, и платный. Это те пляжи, которые принадлежат отелям. Они за ними следят, ухаживают на этих зонах, где платные. Там есть кафе от этих отелей, лежаки, зонтики. А если ты пришел сам отдохнуть на дикий пляж, то есть там просто будет море и песок с галькой. И тем не менее, если сейчас предложат мне поехать в Таиланд или Турцию на выбор, я выберу все равно Таиланд. не знаю, я человек творческий, мне нужна свобода, какая-то особая атмосфера, которая есть в Таиланде. Про Турцию и Таиланд я могу сказать одно, что побывав в Таиланде, да, мне очень понравилось. Первый раз за границей, круто, весело, интересно, все новое, все в диковинку. Ну, действительно, Таиланд это не для всех. Там, по сравнению, если сравнивать с Турцией, там очень грязно, да. Там... Попахивает. Да. Помимо того, что там прямо... Канализационный, прямо со всех сторон. Везде вот эта загазованность, кстати, от машин, дым. Нет тротуаров. Да, там удобно. Лежат кучи мусора, крысы бегают. А в Турции, вот мы были, вот на пляже Каньялты, там очень чисто. Несмотря на то, что наш отель, где мы отдыхали, разделяла дорога только от пляжа, ну, мы переходили через туннель под дорогой. Просто я хочу сказать, что по этой дороге машины практически не ездили. И нам сказали, что с июня, оказывается, с 1 июня, в период пляжного сезона эту дорогу перекрывают. То есть по этой дороге не ездят машины, чтобы людям было удобно переходить, и никаких газов, отходов нет. Поэтому... Ну и сейчас, когда там есть машины, движение... Они практически не ездят, да. ...неинтенсивное, очень редко проезжают машины. Чистенько, аккуратно, и так получилось, так совпало, что мы приехали как раз после того, как набережную обновили. Да, новая, она такая красивая, чистенькая. Поэтому там мало так деревьев, это все искусственно высаженные пальмы, они редкие. Не так много растений, но все же они там есть. Анталия, именно кони Алты, это элизиум. Не мой мир. Мне больше нравится Таиланд, грязная Индия, Малайзия. Не, Малайзия чисто. Но, тем не менее, Вьетнам. Турция, она очень похожа на Казахстан, тем, что, во-первых, там те же продукции. Сами турки, они выходцы из Средней Азии, вот 200 километров от нас, Туркестан город. Сельджуки турки отсюда вышли, пошли там, завоевали территорию, объединили, создали Османскую империю. Поэтому кухня похожа, языки похожи, многое похоже. Единственное, чего у нас нет, что есть в Турции, это пальмы и море. Если бы тебе сейчас на выбор предоставили две страны, Таиланд и Турцию, ты бы выбрала что? Я бы выбрала Вьетнам. Вредья. Понятно. Хочу в Египет. Ну, еще, и еще куда-нибудь. Кубаку хочу поездить. А еще везде, и все это по доступным ценам. Ну, все, ребята, спасибо за просмотр, всем здоровья, возможности путешествовать, всем пока. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!